Денис Однораленко из Романовского района бесстрашно играет с электрическими разрядами. Он сделал эти приборы, известные как катушка Тесла, своими руками и знает, они безопасны. Более того, когда-нибудь с помощью этих разработок десятиклассник планирует передавать на расстояние электрическую энергию. Думаю, вы со мной согласитесь, если вы зайдете в дом и вам не придется искать зарядку для телефона, розетку, куда эту зарядку вставлять. А вы свободно заходите, телефон заряжается. Точно такая же процедура происходит и в автомобиле. Вы сели в автомобиль, у вас телефон начал самопроизвольно заряжаться. А вот проект скорее не технический, а социальный. Группа молодых людей не только занимается ювелирным делом, но и разработала целую программу знакомства школьников с этим красивым ремеслом. Юные исследователи уверяют, аналогов такой программе нет во всей Сибири. Это мастер-классы плавления серебра, чеканки. Рассказываем про металлы, про свойства. Мы ездим в детские дома, также к детям с ограниченными возможностями. И это дело мы абсолютно безвозмежно. Тем самым мы улучшаем их моторику, внимание. На федеральном уровне проект «Шаг в будущее», в ходе которого поддерживают молодых ученых-школьников, существует уже 23 года. На Алтае он пока в новинку. Эти соревнования собрали более 100 школьников со всей Сибири. Иркутска, Новосибирска, Томска, Красноярска. Барнаул в качестве площадки для проведения, говорят организаторы, выбрали, потому что наш технический вуз славится в том числе своей работой со школьниками. Для самих же ребят участие в программе не только почетно, но и открывает неплохие перспективы. Программа «Шаг в будущее» имеет право, и уже в 1997 году этим правом пользуется, направлять на церемонию Нобелевских премий представителя Российской Федерации лучшего молодого исследователя. Он не только участвует в Нобелевских торжествах, в числе 25 блестящих студентов со всего мира, но и выступает с докладом перед Нобелевскими лауреатами. В течение трех ближайших дней ребята смогут поучаствовать в научных семинарах и мастер-классах. Компетентная жюри выберет лучшие исследовательские работы. Победители рекомендуют на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», который пройдет в Москве весной следующего года. Я Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.